Я сразу говорю пару вопросов, которые чаще всего задают. Ну хорошо, вы говорите, отдаляться от предметов или каких-то вещей. А как насчет людей? Учит ли Библия иногда ставить границы по отношению отношений с людьми? Отвечаю, да. Даже с верующими. Я не говорю сейчас о монастыре, поймите правильно. Я сейчас не говорю, чтобы нужно осуждать других людей. Но не говорит ли Писание, что нужно удаляться от брата, поступающего бесчинно, а не по преданию? Не говорит ли Библия, что с некоторыми, которые называясь братом, остаются, даже не кушать вместе? Не говорит ли Библия о некоторых вещах, что нужно даже не приветствовать? Библия говорит о ограничении. Я не говорю, что мы стали в крайность, чтобы всех, кого мы считаем недостойны нас, удаляться. Я не об этом говорю. Иначе мы попадем в состояние тех людей, которые находятся в гробах. Там есть о некоторых описанных, которые кричат, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя. Это высшая форма обольщения. Мы должны быть дружелюбными. Мы должны быть открытыми. Апостол Павел говорит, для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Но есть моменты, когда мы должны быть достаточно мудрыми. Часто мне спрашивают, допустим, родители, нужно ли всех друзей наших детей, чтобы они приходили домой? Отвечаю, нет. Есть друзья, которые вредно, очень страшно разлагают и могут влиять на наших детей. И я верю, что мы здесь достаточно должны быть мудрыми, чтобы не бросаться ни в одну крайность, ни в другую. Итак, мы говорим сегодня первое, что мы говорили, отстать или убежать решительные действия. И еще хочу на одну сторону обратить особенное внимание. Мы сегодня цитировали эту фразу. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Можно я хочу предложить одну важную истину? В конечном итоге, сколько бы мы не знали о искушениях, сколько бы мы не знали, как их побеждать, в конечном итоге, только Божья благодать в нас может дать способность нам преодолеть все искушения. И в этой благодати мы должны нуждаться каждый день. Повторяю, каждое утро. Можно я предложу один момент, который иногда пользуюсь сам, к сожалению, не всегда. Попробуйте каждое утро, прежде чем выйти на вашу работу, даже в семью, помолиться вот примерно такой молитвой, как учил Иисус. Я не говорю о дословном, механическом повторении, я говорю о сути. Господь, всемогущий Бог, впереди будет сегодня день точно, многие искушения. Дай мне мудрость Твою предвидеть и силы избежать. Господи, если уже попаду в эту ситуацию, дай мне твердость и силу, переборая себя, вовремя уйти. Господи, но если даже я попаду в область искушений, дай мне мужество отсечь. Но все-таки прошу Тебя, храни меня, ибо Твое есть царство и сила и слава, вовеки, аминь, я это исповедую. Постарайтесь молиться до тех пор, пока вы не будете уверены, что Бог ответил на вашу молитву. Знаете, что произойдет? Это будет ваше свидетельство, я знаю, это сработает. Я верю в Бога, отвечающий на молитвы. Тем более, эта молитва по Его воле, точно так, как учил Иисус Христос. Пройдет день, и вы, подводя итог этого дня, скажете, Велик мой Бог, давший мне мудрость предвидеть, Велик мой Бог, давший мне силы убежать, Велик мой Бог, давший мне твердость отсечь, И Велик мой Бог, давший благодать, покаяться, если в этом нужно. И в этом все будет слава тому, кто достоин славы. Аминь. И знаете, что случится следующее утро? Вам опять захочется Божьей благодати. Вам опять вы будете осознавать, что без Его мы победить не можем. Кто думает, что Он стоит, береги, чтобы не упасть. Как раз в момент, когда нам кажется, что все в порядке, И мы достаточно твердые, так скажем, ну, простите за это, Такое немножко нарицательное слово, прямо духовные гиганты. Это момент, самый уязвимый для падения. Потому есть блаженный нищий духом. Это как раз момент для победы, в том числе в искушениях. Потому это сознание зависимости от Бога и Его благодати, Для того, чтобы побеждать, это лучший метод, лучший способ победить большинство искушений. Потому наша молитва, Господи, храни меня, береги меня, Только в Твоей благодати я силен, только в Твоей благодати я красив, Только в Твоей благодати я мудр, только в Твоей благодати я победитель. Слава Тебе за Твою благодать! Если это станет вашим навыком, образом жизни, Мы будем идти по пути победы над искушениями не одни, Но с тем, кто прошел все искушения и победил. Потому Библия говорит, да приступаем к престолу благодати, Чтобы получить благодать, получить благовременную помощь, Чтобы все преодолевшую стоять. И в заключение этой первой части я хочу, что мы просто выучили, Выучили одно очень важное обещание, Божье обетование. Потому что в конечном итоге Бог дал нам меч духа, Или меч духовный, это Его слово. Иисус побеждал словом, помните, написано. Хотя дьявол тоже использовал слово извращенным образом. Поэтому так важно владеть этим мечом, Мечом Божьего Духа, Божьего Слова, И отражать все нападки дьявола. Я думаю, что этот текст очень поможет нам, Если мы будем хорошо его знать и понимать. Хотя бы один я хочу привести просто пример. Если можно, пожалуйста, высейте на экране. Это первое послание Коринфянам, 10 глава. Мы прочитаем, то есть выучим сейчас 13 стих. Десятая глава, 13 стих. Здесь говорится о победе или поражениях, вернее, Израиля у пустыни. И апостол Павел говорит, что это были образы для нас, Чтобы они были похотливы, не скушали Христа, Не прелюбододействовали и так дальше. И 12 стих, он так и говорит, Поэтому кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. И 13 стих. 13 стих, пожалуйста. Давайте я по-русски прочитаю, А вы по-украински, по-английски, если вы знаете. Вас, давайте одно слово я изменю, я не скажу текста. Давайте слово скажем, нас, меня, постигает. Нас постигло искушение не иное, как человеческое. И силен Бог, аловирный Бог, да? И верен Бог, и верен Бог, который, первое, Не попустит нам быть искушаемым в сверх сил. Если вам не трудно, скажите внутри себя радостную весть. Бог верен. Бог верен и в момент, когда мы в искушении. И первое в двух вещах, которые Он верит. Первое. Он не попустит нам искушаемым быть сверх сил. То есть искушение, которое, возможно, нам встретится по его допущению, Это будет не выше наших возможностей их победить. Некоторые говорят, хорошо, если это будет выше наших сил. Я вспоминаю Иова. Помните, дьявол просил искушать или атаковать Иова. Но уровень искушения или атаки дьявола находился под Божьим контролем. Но его сбереги. Но души его не тронь. И так верен Бог, что Он не попустит нам быть искушаемым в сверх сил. Пожалуйста, постарайтесь сердцем понять этот текст. Бог верен. Бог верен. Он обещал быть верным. Он верен во Своем обещании. И второе, на которое хочу обратить особенное внимание. И при искушении облегчение дать, что мы могли перенести. Русским переводом звучит так. Извините, украинский я хуже знаю. Но при искушении даст и облегчение. Так, что вы могли перенести. Мне нравится других переводов звучит так. Но в искушении, когда мы в искушении, Он даст нам и свет выхода. Идя на который, мы выйдем с искушением победителями. В одном переводе звучит так. Но в искушении, Он даст и свет выхода. Свет истины выхода. Идя на который, мы выйдем с искушением победителями. Еще в одном переводе, даст выход, что мы могли перенести. Или, по крайней мере, даст помощь. Когда мы в искушении, Бог обещал помогать нам, не оставить нас одни. И это очень важно, когда мы молимся и уповаем. Мы надеемся на Его помощь. И тем более, мы говорили об этом, что Иисус говорил, что Он был искушен во всем. Об Иисусе написано, во всем, кроме греха. Поэтому искушаемым может помочь. Мы имеем не такого пересвященника, который не понимает нас немощных наших. Но который был искушен во всем, кроме греха. И этот пересвященник перед престолом благодати. Или попроще, который я говорю, молодежи. Момент, когда вы скажете, Господь, помоги мне. Бог, поддержи меня. И так вам хочется, чтобы кто-то с вами ходатайствовал за вас. У нас есть ходатай. Один внутри нас, это Дух Божий, который ходатайствует в нас и через нас. Написан воздыханиями, неизреченными. Второй ходатай преднебесным Отцом. Это ходатай Иисус Христос. Слава Ему за это. Он тот, который прошел все. В том числе и искушение. Он был искушен во всем, кроме греха. И это наша надежда и наше упование. Поэтому я думаю, что как раз в этот момент, когда мы каждое утро, возможно, чувствуем себя уязвимыми. Когда мы говорим, Господь, помоги мне. И нуждаем себя в благодати. Его благодать хранит нас. Направляет нас. Дает нам свет, понимание и мудрость. И поверьте, мы каждый вечер, проходя это каждый день, мы будем величать и поклоняться тому, кто дал нам способность и силы все преодолевшие устоять. Сама жизнь победы будет славить Господа. Но наши уста, прося утром о Божьей благодати, обязательно будет воздавать славу тому, кто ее дал. И в этой зависимости наша полная победа. Аминь. Итак, я хочу обратить внимание еще на некоторые детали, может быть, практического победы над искушением. Первое, я хочу немножко рассказать, немножко брат говорил о как помочь родителям, или родителям помочь детям побеждать искушение. В прошлый раз я показывал вам первый блок. Сейчас мы выпустили второй блок, уже готов. Это для родителей и будущих родителей. Сейчас уже записан, правда, еще не издан третий блок. Здесь я как раз много говорю, как ставить цели, цели их достигать, влияя на наших детей. В том числе на их зрелость, на их способность делать выбор, способность все преодолевшие побеждать. Понимаете, самый важный момент, который мы можем помочь нашим детям, это научить их Божьему Слову и подчиняться Ему. Я хочу объяснить одну важную истину. Сегодня последнее время, вы верите в это? Скорее всего, последние дни, наверное, последнего времени, как говорит апостол Павел. И чем характерно последнее время? По крайней мере, Иисус Христос и апостол Павел говорит о многих вещах. Говорит о войнах, военных слухах, говорит о голоде, землетрясениях, гонениях. Но самое главное, даже не эти вещи в нашей жизни, особенно для церкви. Большие проблемы заключаются не во внешней среде, а во внутренней. Я повторю, не во внешней, а во внутренней. Давайте я возьму для себя один важный урок. Внешний мир мы изменить не можем. Кто скажет, что это правда? Мы можем немножко на него повлиять, возможно, там демонстрациями, выборами, но это совершенно мало. И он будет больше и больше раздражаться. И сему надлежит быть. Потому, если мы не можем изменить внешний наш мир, в котором мы живем, мы должны сами и научить наших детей побеждать, выживать в этом мире. Прежде всего, Библия говорит о очень важной опасности внутренней жизни церкви. По мере умножения беззакония во многих, это уже христианах, что сделает? Охладеет любовь. Что говорит Библия о религиозном мире? Или о внутреннем мире, так скажем, христиан? Что придут многие лжи Христы, лжепророки, лжеучители. Они были всегда. Но Библия предсказывает, что в последнее время их будет больше. Больше и больше. С разными доктринами, которые будут противоречить Божьему Слову. Но знаете, в чем их была еще главная опасность? То, что мы, возможно, не знаем, а это, возможно, мир, в который будут жить наши дети, если Христос не придет, или, возможно, наши внуки. Что они будут сопровождать свое учение, или свои доктрины, сверхъестественным проявлением силы. Их была цель есть увлечь или обольстить, соблазнить, если, возможно, кого, главное, и избранных. По мере отступничества или разложения внешнего мира будет охлаждение внутренний мир церкви. И также многие лжи Христы, лжепророки восстанут, они дадут и знамения. И это то время, которое, возможно, приближается. Я не знаю, сколько это пройдет, а дней и часы никто не знает. И если нам предсказывают точно день и час, это не верьте, это неправда. Мы можем только видеть по признакам, которые происходят. И еще один важный момент, на который хочу обратить особенное внимание в последнее остаток времени. Мое мнение, это мое твердое убеждение, что одна из главных проблем последнего времени не войны, не военные слухи, и не голод, и не землетрясение, и не экономические потрясения. А главное, что происходит в нас, в нас, внутри нас, и в среде христиан. Библия говорит, наблюдайте за собою. Помните, Иисус говорил, наблюдайте за собой при всех этих признаках. Кто помнит, зачем наблюдать за собою? Давайте я скажу, это слово трудное, но это слова Иисуса Христа. Вы же наблюдайте за собой, я цитирую сейчас 21 главу Иоанна Глеба Луки, чтобы сердца ваши не отягощались. Если можно, повторите для себя это слово. Это то, что учил Иисус. Я верю, что это было актуально для учеников, но я особо верю, что оно актуально для последнего времени. В оригинале это слово звучит так. Вы заблюдайте за собою, чтобы сердца ваши не стали тяжелыми от ожирения через объедение, пьянство и заботы житейскими. И чтобы вы не потеряли вот эту способность ожидать Христа, и чтобы этот день через нашу слепоту не застал нас внезапно. Я комментирую этот текст. Чтобы сердца не стали тяжелыми от ожирения. Сердце это не просто насос, перекачивающий кровь. Сердце в данном случае, в этом тексте, это центр наших эмоций, впечатлений и восприятия. Это наш внутренний мир, это наш внутренний человек. Чтобы он не стал тяжелым от ожирения через объедение или сытую, самодовольную жизнь. Объедение. Второе пьянство. Возможно, здесь говорится о алкоголе, я не знаю, но в образном переводе, в образном переводе это жажда наслаждений жизни. Образный язык слова пьянства это жажда наслаждений жизни. Через сытую жизнь, жажду наслаждений, фан, везде, на всем месте, что угодно, только это, это делает сердце тяжелым от ожирения и заботами житейскими. Что нам есть, во что пить, во что одеться, когда становится это смыслом и центром жизни, оно сердце становится тяжелым от ожирения. Можно задать вопрос? Он болезненный вопрос, но подумайте над ним. Стали наши сердца более чувствительны к Слову Божьему и благодати, чем лет 10-15 назад. Легко ли Божьему Слову, сказанному через кафедры, или Божьей благодати, не то, чтобы поднять наши сердца, а хотя бы сколыкнуть их? Давайте скажу попроще. Если лет 15-20 тому назад были бы столько проповедей, как сейчас, так ли бы наши отцы и деды на них реагировали? Вы же наблюдайте за собою, чтобы сердца не стали тяжелым от ожирения, через объедение, то есть сытую жизнь, через жажду наслаждений и заботы житейскими. И еще на одну сторону я хочу обратить особое внимание, на нее обращает Писание. Знаете, в чем главная, на мой взгляд, опасность в последнее время? Не в войнах и военных слухах. И даже не то, что делается в мире, но мое, то, что я написал, кстати, целую серию тем, называется, кто слушал мою серию тем, называется «Размытые границы». Что сегодня границы, которые установил Бог, часто разрушены. Они часто размыты. Это границы в наших убеждениях, воле и поведении. Я хочу объяснить, о чем я говорю. Когда Бог творил окружающий мир, Он поставил всему предел. В книге Иова написано, что Бог сказал волнам или морям, что здесь предел твоим надменным волнам. Он поставил границы, вот этот песок, границу и морю. Бог также поставил предел, границу нашей свободе. Бог поставил границы нашему поведению. Что мы можем, а что нельзя. Что мы можем думать, а что нельзя. Что мы можем чувствовать, а что нельзя. Что нам можно принимать, а что нельзя. И мое мнение, что последнее время, это время размытых границ. Это во многих областях, начиная от, допустим, музыки, поведения, убеждения, информации и многих вещей. Сколько иногда спрашиваешь молодежь, где они знают эту границу? Понимаете, что Бог установил четкую границу между светом и тьмой. И первое, что сделал Бог в творении своем, Он отделил свет от тьмы. Слово отделил свет от тьмы, так и Бог отделил праведный от неправедного. И когда это смешивается вместе, там зона многих падений. Чтобы объяснить, давайте возьмем пару примеров из Библии. Помните, израильский народ идет в обетованную землю. И царь Валак приглашает Валаама, чтобы он проклял израильский народ, и тогда он ее победит. Поднимается на горы Валак с Валаамом, и пророк говорит благословение для Израиля. В частности, он говорит такие слова. Что нету волшебства в Израиле. Нету беззакония в Израиле. Потому Израиль непобедим. Действительно, он выполнил то, что хотел Бог. Но об этом мало умал говорит Ветхий Завет, но Новый Завет об этом говорит. Что Валаам остался у Валака. И знаете, как он научил победить Израиля? Это тот же самый коварный совет и тактика дьявола последних дней. Всегда было, особенно последних дней. Давайте я скажу суть этого совета, который дал Валаку, это Валаам. Послушайте внимательно. Суть, это подразумевает Новый Завет. Там нету точно таких слов, но он подразумевает именно такой совет. Валаам говорит Валаку, если ты будешь воевать с Израилем, ты проиграешь. Ты не воюешь с Израилем, ты дружишь с Израилем, и тогда сам Бог поразит Израиль. Можно я повторю эту фразу еще раз? Если ты будешь с Израилем воевать, ты будешь поражен. Но ты не воюешь с Израилем, ты дружишь с Израилем, и сам Бог поразит Израиль. И что сделал Валак по совету Валаама? Он приглашал к жертве сынов Израилевых, и женщины ходили в стан Израиля. И то, что не могли сделать армии, сделали несколько жрецов и женщин, и горы трупов. Мое мнение сегодня тоже делает мир. Если мы раньше жили в бывшем СССР, большую часть пытались физически уничтожить церковь. С церковь воевали, и церковь становилась еще сильнее и чище, не правда ли? Сейчас мир изменил тяктику. Ты не воюй с церковью. Мир, ты с ней дружи. И сам Бог будет поражать свой народ, который, слившись с идолами и грехом, стал нечистым. Сегодня я как-то спросил своей дочери. Доченька, ты христианка? Что ты делаешь или не делаешь из 14 лет в классе, потому что ты христианка? Она звала пару вещей, а потом удивлением сказала, почти ничего. Все вокруг христиане. Сегодня мир кричит о любви, извращенной, правда, любви, и церковь, часто теряющую любовь. Как трудно разобраться нашим детям, где правда, где истина, где ложь. Понимаете, легко сделать выбор между светом и тьмою. Свет и тьма, это понятно. Христианство, атеизм, это понятно. А попробуйте сделать различие между светом и лже-светом. Атеизм отрицал нас существование Бога. Но знаете, что говорит лже-христианство? Она говорит, Бог есть, и Христос есть, но оно живет так, как будто его нету. И вот эти размытые границы в понимании, в убеждениях, внутри воли и взглядах, это одно из самых коварных вещей в последнем времени, и я в этом убежден. И в эту точку мы должны особо обращать внимание, как родители. Все христиане, все нормально. Это просто любовь, что угодно, любовь. Разве Бог против любви? Да, Бог не против любви, Он за любовь, но Он против извращений, которое называется любовью. Аминь. Это правда. Бог за любовь, Он подарил нам любовь, Он призывает нас к любви, всей любви, и любви к Богу, и к ближнему, и в браке любви, и к девушке, и к парню любви. Это нормально. Но извращений, искаженных эмоций, чувств и отношений, которые называются любовью, Бог категорически против. Знаете ли наши дети, где граница между светом и лже-светом? Как раз я хочу обратить особо на внимание нас, родителей. Мы выросли в мире, где был, грубо говоря, свет и тьма. Сейчас большую часть есть границу, которую нужно ставить очень трудно между светом и лже-светом. Лже-свет ослепляет, ослепляет умы. Он очень похож на настоящий свет, но это не Божий свет. Я знаю, и послужители знают, просто достаточно, ну, достаточно легко человека привести к покаянию в грубом грехе. Но как трудно и часто невозможно привести к Богу обольщенного. Он и сам еще скажет, что ты не знаешь, что ему открыто. Сегодня есть лже-свет, который обольщает, ослепляет умы. Это свет подделки под христианство. И я верю, эту границу наши дети должны хорошо знать. Я приведу еще пару примеров, и мы будем молиться. Мое время вышло. Помните, когда-то народ израильский перешел через Иордан и взял Иерихон? Чудо Божие произошло, без боя они взяли Иерихон. Мощную крепость того времени. И рядышком был маленький городок Гай. И командири говорят Иисусу Навину, не труди все войско, весь народ. Он же маленький, мы возьмем и завоюем. Израиль атакует раз, и поражен. Два, и поражение. И кричит, Израиль Иисус Навин и Старейшины. Бог, почему? Заклятый в Израиле. Израильский народ терпел поражение, он был беспомощный. Мое мнение сегодня не главное, проблема, что стоит в этом мире. Но насколько этот мир ворвался в сердца, умы, домы и церкви и лишил христиан внутренней силы и силы побеждать. Поэтому я сегодня говорю о вещах, которые, возможно, сами по себе, они заклятые, они не те, что хочет Бог. И мы действительно должны быть решительны, чтобы их выбросить со своего сердца, умов, убеждений и домов. И я верю, что это одна из главных вещей, которыми мы должны бороться и должны учить наших детей. Есть правда, есть ложь, а есть полуправда. Так трудно отличить правду от полуправды, истину от ее искажения. Знаете ли, наши дети границы, внутренние границы в убеждениях, во многих областях жизни. Это вопрос жизни и смерти. Иногда я обращаюсь к молодежи. Вы, возможно, смотрите на старших людей. Может, некоторыми вещами внутри где-то, может быть, и улыбаетесь. Может, некоторые вещи были интересными, может быть, даже чуть странными. Возможно, вы знаете, иногда воевали сейчас сами, которые пришли, говорили, что это что-то неправильно. Я помню хорошо, когда некоторые говорили, отец поставил радио, и мы слушали Ярла Николаевича Пести. И пару человек, старшее поколение, говорили, это что-то неправильное. Но я рад, что мы могли вырасти на этих проповедях. Все было. Иногда мы воевали с тем, что не надо было воевать. Иногда мы смотрим и говорим, ну, это старшее поколение, они же не понимали, как мы. Но я говорю вторую сторону. Они хотя бы знали, где правда, где ложь. Они хотя бы знали эти границы. Знают ли наши дети эти границы? Ясно и конкретно. Видя, как брат говорил, наше поведение, наше убеждение, наши взгляды, нашу жизнь или то, что мы их учим. Боюсь, что это точка многой работы. До тех пор, пока будут закляты в сердце и в душе, в семье или в церкви, мы будем беспомощны побеждать. Только освященное и чистое Божие общество, в котором есть всемогущий Бог. Его слава, оно непобедимо. Слава Ему за это. Я хочу поблагодарить Бога за сегодняшний вечер. Вы рады, что Он был? Давайте поблагодарим Бога за Его Слово, за то, что мы могли чему-то научиться. Я хочу, чтобы мы помолились Ему о нас и наших семьях, о наших детях. И, конечно же, о хороших отношениях между поколениями. Спасибо, что слушали. Будем молиться. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok